Всем привет! Сегодня у нас такое весеннее настроение и мы решили прокатиться поближе к природе к реке. Хочется рассказать пару слов про такой музыкальный инструмент который называется окарина. Окарина это очень древняя керамическая флейта. Современные ученые насчитывают более 12 тысяч лет. Но я лично сам не проверял, а занимаюсь окаринами уже наверное более шести лет и очень люблю это дело. Окарина, чем она собственно говоря отличается от обычной флейты? Она отличается тем, что это замкнутая такая полая форма. У нее есть обязательно свистковая часть. Есть несколько игровых отверстий. Их количество может варьироваться в зависимости от размера, ну и конечно же задумки автора, мастера. У моей окарины, которую я держу в руках, шесть отверстий. Меня часто спрашивают, а как же играть на окаринах? Сложно ли научиться? Да вы знаете, в принципе, если приложить усилия, если приложить немного усилий, то можно научиться наверное всему тому, что захочется. Мы же не думаем о том, как мы научились ходить. Когда-то научились, а теперь ходим и даже не задумываемся. Так же и с закарины. Первое-наперво, что нужно научиться делать, это держать в руках правильный инструмент. Потому что самая первая ошибка у всех, это недозакрытое отверстие. То есть кажется, что закрыто все, но где-то маленькая щелочка будет и она уже будет давать не ту тональность или не ту ноту. Соответственно, нужно взять легко и закрыть пальчиками. Частая ошибка пытаются закрывать вот таким вот образом. Я не знаю откуда эта ошибка идет, но моих учеников часто повторяется. Поэтому пальчики кладутся очень легко и они должны прям танцевать на ней. Легко открывать и закрывать отверстия. Тем более, что они очень удобно расположены. Это первое. Научились держать, ну естественно, подпорочка. То есть у нас получается несколько таких вот точек удержания. Это губы наши. Да, кстати, в губы не нужно сильно захватывать. Достаточно такого сухого прикосновения. Вот и уже будет происходить вдувание воздуха и соответственно звук. Дальше, что хочется рассказать. Раз мы научились держать, нужно научиться дышать. Вот частая тоже такая ошибка, что мы дышим одинаково ровно при открывании всех отверстий. Что у нас получается? Демонстрирую. Вот и все. И звук пропал. Почему? Потому что с каждым открыванием необходимо чуть-чуть повышать количество давления воздуха, чтобы звук сохранялся. Потому что чем больше открытых отверстий, тем соответственно нужно больше продуть. ветер сегодня такой буйный, поэтому чуть-чуть задувает, но это не страшно. Вот еще что хотел сказать. Нужно учиться играть гамму. Обязательно нужно учить расположение отверстий открывать в правильности, в зависимости от звука ряда. И еще какая самая главная, наверное, часть здесь во время того, когда мы учимся открывать отверстия, это не открывать их слишком далеко. То есть для того, чтобы открыть отверстие и пошел звук... Достаточно всего лишь там, наверное, полсантиметра. Но чтобы не удерживать там, как раз не стоять с линейкой, не замерять полсантиметра или нет. Но сантиметра два-три этого достаточно. Просто некоторые пытаются вот таким вот образом держать, открывать. Это ошибка. И к чему это приводит? Не попадание в отверстие. Ну или же там лишняя потеря времени и, скажем так, прыти игровой. Ну и сейчас что-нибудь наиграю. Ветер задувает, поэтому я буду чуть-чуть поворачиваться в зависимости от его потоков, чтобы он не попадал в свистковую часть. Перед игрой окарину обязательно продувать нужно. Особенно если холодно. Вот у меня даже аж пальцы замерзли, вот такие красненькие. Нужно продуть. Для этого, чтобы не травмировать уши слишком сильным таким свистом, нужно прикрыть свистковую часть, свистковую часть прикрыть пальчиком и дуть несколько раз воздух. Свистковая часть согревается и, соответственно, звучит так, как нам нужно. Игорь Украинский вот такой замечательный музыкальный инструмент с вами был Валентин Шкандыбин и до новых встреч